Микиматси! Помыть руки, и потом помыть саму коварёшку. Видите, все на себя махают. Александр! Я готов. У нас очень шустрый. Ребята, я давно мечтал попасть в эту страну, Япония. А как вы считаете, какая страна самая прикольная? В какую бы вы вообще страну хотели попасть? Давайте составим рейтинг самых крутых стран в мире. Сейчас я в Японии, а через месяц мы поедем в Южную Корею. Но в рейтинге в моем Япония круче. Пишите в комментах, в какую страну вы мечтаете попасть. Пошагали! Ребятушки, ну что, вот наш трансфер. Загружаемся и пошагали в необычный отель, скажу. Сразу вы такой отель, наверное, может даже никогда и не видели и не встречали. Ребята, у нас сегодня экспромтом. Вот такие говорящие роботы встречают нас. Ребятушки, ну вот мы наедине с такой панелью. И нужно что-то сделать. Номер бронирования есть. Давай что-нибудь нажимаем. Так, а тут QR-код. Здесь чисто на QR-коде. Смотри. Но это не наше. Нам куда не надо. Чисто QR-код. Рафаэль решил разобраться первым. Попал? Куда попал? На бабки. Паппорт не вернулись. О! Загрузчики. Попал! Попал! Походу! Попал! 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 Номерipes. Номер yearly. Попал. Походу, 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 походу. Попал. Перемешено. Номерное. Мы демокрали, чтобы не было понятно. они пытаются что-то объяснить но они не всегда реагируют а вот заторможенность появилась опять заговорили с ним тут уже минут 20 разговариваем и пока итога нет Вадим пробует с ним поздороваться что ну еще раз пробует получается куда-ка с мужиком о не важен только посмотрел они чего кончула произношение должно быть правильно она говорит если что вы можете обращаться ко мне на английском друзья здесь есть такая своеобразная стоечка можно выбрать себе эти халатики можно выбрать себе палочки такие наборы для туалета и станочек ребята сейчас вы просто офигеете смотрите какой отель когда мне саша сказал что номер будет очень маленький но я не поверила и я не поверила своим глазам когда я его увидела что он правда настолько маленький но зато в нем есть даже холодильник для одежды что еще есть я не знаю пока отдыхаю после перелета видите холодильничек для одежды здесь у нас телевизор давайте туалет покажу открывается дверь причем на себя потому что экономия ну туалеты как всегда тут с подогревами зубные щетки фен есть стаканчики даже металлические душ все очень эргономично очень все экономично ребята вопрос в каком самом маленьком номере вам доводилось побывать вот этот номер у нас здесь в японии самый маленький 8 квадратных метров коммуналка или гостинка по моему 9 со студенческих времен но это не гостиница вот в каком самом маленьком номере вы были напишите в комментариях будет очень интересно у нас 8 квадратов кстати лифт обычный думал тут тоже будет какое-то удивление но все обычно 14 этажей в нашем отеле сейчас на улицу выйдем я вам покажу очень плотная застройка очень-очень плотно и кстати здесь мы находимся в гинзи как вы думаете сколько стоит один квадратный метр скажу что это нереально дорого один квадратный метр не жилья один квадратный метр земли в гинзи ценник просто космос напишите пожалуйста в комментарии я буду на каждый вам отвечать отгадали вы или нет ну ценник повторюсь просто космический наши друзья разговорчивые на заднем плане кстати один из распространенных автомобилей в японии это краун это наверное можно сравнить с камри в россии очень много машин и краун маджестик чуть позже я вам обязательно засниму еще старинные делают как в восьмидесятых годах вот наш отель 14 этажей и в принципе гинза район сейчас будем гулять я вам буду показывать все рассказывать в токио я уже второй раз были полгода назад и настолько все понравилось что мы не могли не приехать сюда снова у нас группа нас девять человек пошагали кстати очень удобно выходишь из отеля здесь сразу есть самокат и я так понимаю это вообще какой-то мощный самокат потому что здесь ну наверное он сам по себе больше лет наверно какие-то дополнительные аккумуляторы я не знаю но сам по себе даже больше обратите внимание что только три а нас девять ну вечерком можно с пацанами покататься мы просто часто так делаем приезжаем в какой-нибудь город девчонок оставляем дома и вечером по ночному городу в какой-нибудь стране просто бахаем катаемся на огромной скорости в россии кстати это тоже прикольно делать последний раз в казахстане катались потом в таджикистане катались здесь вот такие мотоциклы ездят вообще япония на контрасте на максимальном контрасте я постараюсь вам насколько я могу все это показать даже за спиной у меня стоит дом в классическом стиле и вокруг небоскрёмы и обратите внимание улицы очень узкие очень узкие ребят еще прошу заметить здесь номер регистрационный есть а здесь его почему-то нет непонятно почему-то и здесь тоже есть ребят люди стоят в очереди и мы изначально подумали что это вообще автобусная автоновка но по факту это курилка смотрите у них есть определенные места где они стоят и и курят прикол так что это не автобусная остановка это классическое такси здесь их очень много я думаю мы на них еще покатаемся тойота марку я не знаю к сожалению если кто знает тоже пишите в комментариях ребят здесь даже туалет есть отдельный просто на улице идешь и можно зайти сделать запах кстати так себе скажу вам мужской ну то есть ерунда какая-то получается япония как всегда взрывает мозг оставайтесь с нами и мы вам все расскажем и обязательно покажем будет интересно я обещаю и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 стандартная тема для японии сгустки мусора ставишь пакетик и пошел дальше ребят зашли в магазин очень обычный магазин для работников строительной индустрии возможно даже дорожность ну я бы не сказал что моё просто интересно смотреть тут симбиоз мотоциклы стоят но тут вот это больше для дорожной какой-то техники мигалки надо не это специализированный магазин это на автомобиле наверно на крыш здесь переговорная кстати нужно пообсудить стоимость сразу работы запаковать здесь сразу же офис люди работают хотя никого нет сейчас у нас очень прикольная ла-кафе на 42 этаж мы поднимаемся и идем в ресторан ресторан skyview называется здесь сразу можно ознакомиться с меню но нам надо на 42 этаж алки когда выбор небольшой интересный девайс если ты пришел зонтиком то можно здесь фиксануть и забрать с собой ключ так у нас стол зарезервирован поэтому я думаю не должно быть проблем а не мере на это надеюсь и вот дяденька что он там делает она курит специальная кабинка душевая для курящих как она долго нас искала и нашла молодец ребята мы заходим специально для вас включил камеру чтобы вы кайфанули от обстановки местная открытая кухня это люди сидят кайфуются прям вообще конкретно японский крестик она здесь пивко наливает здесь водичка ноги не мыть пожалуйста снимаем обувь снимаем обувь и складываем в специальную кабиночку закрываем ее и номерочек закрыли забрали как флешка ребята вы только посмотрите какой вид у нас будет сегодня из окна это просто космос офигенно вообще просто пушка ребят здесь мы заказали сет он стоит четыре с половиной тысячи йен и нам будут сейчас приносить постоянно еду нашей компанией то есть еда нами заказано остается алкоголь но это кто-нибудь ребята заказали саке 18-20 градусов на каждого за шестерых взяли будет миллилитров миллилитров всего на язычок ну это для начала потом я думаю посмотрим как пойдет вискарек 18-летний хорошее заведение горячий саке стоит как кулер ты подходишь туда и просто подливаешь что тебе надо традиционно японцы сидят и так же и мы сидим очень классная атмосфера и смотрите как здесь тоже кайфово можно посидеть романтик такой или деловую встречу провести очень классно дизайн офигенный вид какой из окна ребятам на 42 этаже выше нас только горы вот у них вот это вот перепады какие-то просто уважение решили отчаянно защищала наш завтрак да то есть у них по списку сначала один был человек а наш девять и потом мы друг друга нашли но ладно это не важно вот хотел вам показать наш завтра как здесь мы должны что-то выбирать я не понимаю наверно шведский шведский внимание у них это нормально что можно вот так сидеть смотреть стенку нужно узнать новости только я один снимал в общем тут берешь все что хочешь хочешь что здесь есть рис жареный рис по моему вчерашний точно не могу сказать даже алкоголь кстати можно алкоголь выбирать и в прошлый раз и форму вот этих бутылки огромные они по моему полтора литровые бездонные ребят хотела показать свой вкусный завтрак несу суп немножечко омлетика с яичком приятного аппетита я помню детстве и томатный сок и был находчивый там была маленькая тарелочка и вот сюда в чашку себе положу отправляемся с утра на метро сейчас покажу вам как это выглядит вроде как обычно все но какие-то нюансы точно будут прошлого было сложно нам разобраться мы так не короче стояла 7 человек 20 минут мы не могли разобраться подошел японец помог так бы ничего не понятно пришел японец сказал 20 слов английском нас было 8 человек каждый из нас знал по три слова всем 7 человек мы сложили информацию воедино и удачно доехали командная работа это с точечками для на повороте это дорожкой и поворот и пошли идем-идем-идем-идем-идем опять поворот и пошли интересно а больших городах россии есть такие удобства допустим метро в москве или метро в казани я честно говоря не помню по моему такого нету поэтому пишите в комментариях кто из москвы или из казани или в каких городах вообще метро есть в россии я не помню что все время передвигаемся на машине или пешочком для одно из этой всей истории одной сложности купить билет и разобраться по какой нам нужно ехать ветки это целая история поэтому здесь уже будем ориентироваться сейчас на месте у лена вроде соображает пришла женщина она здесь ходит и подсказывает везде помогает стоят очень часто с этим встречаешься кстати мы столкнулись с проблемой что карта если очень активно не работает я провязываю да про кредитку и я застинул сюда наличку с наличкой везде проблем нет друзья и самый главный очень важный момент билет нужно сохранять потому что он на выходе вам пригодится здесь его вставляем и здесь он сразу выскакивает ребят хотел вам показать супер удобные по крайней мере у нас нет такой проблемы как суициды желание прыгнуть а у них есть поэтому вот такие ворота открываются как раз тот момент когда подъезжает электричка и когда она отъезжает они опять закрываются потому что многие хотят прыгнуть вот сюда русских такого желания не возникает в японии это действительно проблема во многих отелях окна не открываются а при открываются и во многих офисных помещениях есть такая история что вообще окна не открываются потому что японцы работают работают открывают открывают окно и выходят уровень самоубийств очень большой и очень высокий но все равно они перелазят и прыгают это не сильно их останавливать часто в новостях раз в неделю показывают что что-то произошло вот мы в метро уже в вагоне и еще интересная история что если человек прыгнул на рельсы и потом до них же нужно убираться и за это платит семья поэтому есть станции где это дешевле есть где дороже соответственно самоубийство происходит чаще там где дешевле стоит сборка все очень странно в японии я вам скажу если в россии не уступить место старшему ужасно невежливо то в японии все с точностью да наоборот японцы не уступает место пожилым людям и беременным женщинам это может быть расценено как грубость отношения с высока как слабом японские поезда опаздывают редко в основном из-за погодных условий например неожиданный снегопад который в токио редкость однако есть и другая причина самоубийцы японии броситься под пояс популярный способ среди тех кто хочет вести счеты жизни с этим борются крупными штрафами которые ложатся на неудачников самоубийцы почему они это делают метро эти самоубийцы потому что это быстро не успеет спасти не будет времени на раздумья мало кто решается сделать это дома маленькой квартире боятся что трупные идут по завтраку через несколько недель японии есть очень странная профессия толкатели в метро вас будут уталкивать специальные люди в красивой форме чтобы все люди попали в вагон и успели на работу вовремя будут делать это культурно но сильно работают там мужчины довольно таки крепкие японское метро место где вы в безопасности но при этом вы словно находитесь на безумном чаепитие шляпника ребят сейчас мы приехали на храм суде и здесь вот такой огромный большой шар и вон и вот сюда подарю в этот храм собственник компании панасоник когда он посетил храм и у него прошла коленка представляете вообще мы здесь были мы здесь были кто видео смотрел видел буквально полгода назад не во время сакуры здесь людей просто не было а сейчас здесь тысячи людей здесь такие торговые ряды очень много разных фавениров фуркоты можно покушать очень вкусно но людей повторюсь очень много обычно мы стараемся попасть в какую-то страну вне сезона так как сакура вот нам пришлось конечно пожертвовать этими принципами и приехать в этот в это время когда народу просто нереальное количество и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вдалеке мы видим чашу. И я не знаю, как это называется правильно. В общем, она издает дым. И нужно подойти, подымить на себя. И все плохое уйдет. Видите, все на себя махают. Мы тоже помахаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очистимся немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, правда, хотелось бы ваше мнение услышать, когда лучше путешествовать. В сезон, когда Сакура и красиво, или когда вне сезон, Сакура нет, но все локации, они без людей. То есть люди есть, но не так много. Сейчас сто раз больше, чем были мы полгода назад. Сакуры не было, но тот же был дым, все те же локации, но людей было меньше. И, кстати, было теплее. Сегодня ожидается 16 метров в секунду ветер. Будет холодно. Пошагали? Чуть не забыл. Если вам это видео все-таки заходит, ставим лайк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, решил зайти в храм все-таки, показать вам, как здесь внутри интересно. Или неинтересно, можете тоже написать в комментариях, заходят вам такие локации или не заходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, смотрите, какое преимущество, когда у тебя желтая кетка или жилетка. Вам видно наших, ребят, удалей? Ну, желтую безрукавку точно хорошо очень видно. Ребят, здесь предсказание. Кидайте денежку. Достаете палочку и палочку засовываете в дырочку. Вот видите, палочка. Засовываете в дырочку и там будет ваше предсказание. На палочке нарисована циферка или иероглик. Все, и вот девушка получила предсказание. Она сейчас его фотографирует. Возможно, даже придется ей переводить его. Еще одно чудо. Маниэкченж автомат. А где хороший? Хороший курс... Говорят, что курс не очень хороший, но можно обвинять. Думайте, ребята. Так, это шумащий, наверное. Нужно открыть. Так, ну что, начинаем эксперимент. Прощай, 100 евро называется. Комиссия, ну, наверное, они уже как-то... Окей, вот туда засовывали вообще? Нет, там еще не кажется. Нет, вот выше, выше, выше. Выше. Специально для ручки, чтобы... Как туда ее засунуть, да? Получается. Она ко мне прилипла. Ну, давай, давай, давай. Давай. Не хочется. Что-то не хочется, ну? Можем везти достаточно японских ен одновременно. Наоборот. Это наоборот в Японии. По-русски, кстати, написано. Здравствуйте. Ну, а куда засовывать-то тогда, ребят? Если все-таки... Так он может быть, это для иен. Знающие. Ни туда, ни сюда. 30 иен. Так, давайте. 30 чё? Иен еще. Мелочь, мелочь. У тебя, да? 100 долларов у нас получилось поменять. А я могу туда бросить. Система какая? Нужно нажать сначала кнопку. Что нажать нужно? Так, сначала нажимаем. Сначала нужно нажать transaction. Сейчас вот start transaction. А потом уже... Confirm. Закидываем денежку. Confirm. No. Нет купона. No. Теперь можно. Теперь. Потом можно следующее. В общем, определенную хронологию, конечно, надо понажимать. Но я думаю, вы и сами разберетесь. Что тут даже на русском написано. Мы решили поесть мороженое. В прошлый раз мы заходили в это заведение. Очень интересно. Вкус мачки. Я сейчас все покажу, расскажу. Вот меню. И можно... Повыбирать мороженое. Можно прикупить чай по дозам. Ну, я вот обычно такое беру для того, чтобы в чайнике заварить или в термосе. Чаще даже в термосе. Так, пожалуй, я выберу ложочек. Зеленый. Чай. И чай с молоком. Обязательно, конечно, нужно прокатиться на рикше. Отлично. Говорят, можно... Спасибо. Хай. Спасибо. Все, сейчас пошагаем. Идет формирование нашей колесницы. У нас их будет пять. Вот этот парень умеет разговаривать на русском. Говорит спасибо. Второй раз мне уже. Ну что, ребят, готовы? Нормальный настрой? Спасибо. Молодцы. Елена присела. И сюда сейчас должен сесть Вадим. Нас закрывают одеяльцем, чтобы не замерзли. Здравствуйте. 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 Все, наш кортеж начинает движение потихонечку. А нас, ребята, все закрывают. Думают, что мы замерзли. Почему? О. Все, let's go. И поехали Супермен Сейчас ребят догоним Интересно ехать Механический способ передвижения Двигатель Одна лошадиная сила И мы шагаем По японским улочкам Заколулочкам Что дальше у тебя не холодно? Нет, мне кажется Страшновато, поэтому мне вообще не холодно Не, не страшновато Мне кажется, мы как-то вправо немножко Скорее всего По моему весу, наверное, влево Татсия Александр Александр Алекс Наконец-то мы познакомились Такое длинное путешествие А мы все не знакомы Говорит, запах с ресторана У нас очень шустрый А, очень шустрый Разогнался, чуть ли не врезался Такое длинное путешествие Такое длинное путешествие Да 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 У нас есть пять человек На этой улице Очень узкие улочки Мы продолжаем наше движение Все нам махают, здороваются И парнишка нам рассказывает Что справа, что слева Вот видите, парень даже поклонился Очень все дружелюбно Здесь даже девушка Есть атлетка Что, ребята Наше путешествие уже почти закончилось Сейчас сделаем финальную фоточку И пойдем на финиш Очень знаменательная фотография Мы улыбаемся Говорит, это очень-очень обязательно Дайте мне свой фидбэк Обязательно Мы это сделаем Спасибо Это 10% Дискант Все при деле Все на месте На карабинчике И сечет Да-да, вот дяденька Кстати, туда записывает Наоборот, стирает Что-то тут было записано Он подошел И стер у него там бутылочка для воды палочка метелочка все при деле все на месте но это вот наверное процесса называется регулировки он стоит с палкой и регулирует кстати там у него запасная палочка очень продумано здесь аккуратненькие саморезы ки а здесь видите керамическая плитка здесь дерево очень такие китайские груши известные по всей японии вот они в чипе как раз растут и там невысокая застройка двухэтажные домики вот мы хотя как раз хотели именно в таком районе жить не в городе лена рассказывает про то как она живет в японии есть обычный простой вопрос как к русским относится японцы в целом целом нормально нейтрально то есть не хорошо не плохо я бы сказала что просто вежливо нейтрально но они сами по себе же злые японцы да нет процент злых добрых наверное одинаково вообще в обществе они точно такие же просто немножко более вежливые ей терпеливые вежливости терпение такие два два кита ну да у них наверно толерантность зашкаливает особенно когда они вот пригибаются да 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 в этом смысле тоже конечно спокойно сидят чайчик наливают на пенсии расскажи пожалуйста про пенсионеров как они тут живут пенсионеры здесь живут по-разному на пенсию выходит в 65 лет но можно пенсию сразу получить 65 а можно ее отложить на несколько лет и попытаться сэкономить деньги чтобы прожить эти там допустим 5 или 10 лет но зато у вас пенсия будет гораздо выше если начнете получаете в 70 или 75 средний возраст до скольки японцы живут средний возраст сейчас 88 и 86 женщин и мужчин соответственно но у них очень высокий возраст здоровья 75 лет примерно то есть в среднем все до 75 лет обычно нет таких сильных колебаний и болезней наверное до серьезных прожающих жизни ребята давай до 88 лет хочется конечно дожить я планирую дожить до 90 лет кстати интересно кто до скольки хочет реально прожить ну я не знаю думаете вы об этом или нет меня периодически мысли простреливают и сейчас же медицина идет вперед да какой-то постоянный прогресс можно поменять сердце печень почки какие-то протезы мозги да вот на мне подсказывает в общем тоже пишите в комментариях кто до скольки собрался жить интересно посмотреть ваши оптимистические планы на жизнь на будущее ваше ребят Ребята, специально для вас, ну и, конечно, для себя я зашел в Тойоту. Тойота, мне кажется, это Финик, Краун, это Краун, но в России таких тачек нет, конечно, обратите внимание, но вы сами понимаете, что правый руль, как выглядит новый Краун, ой, вообще, просто огонь, я подумал сначала, что это вообще Финик, и мы пытаемся определить, электричка это или нет, вот по мне первый признак, это наличие выхлопнушки, она есть, скорее всего, значит гибрид, Ну, давайте стоимость посмотрим, какая стоимость, стоимость 5 миллионов 900 тысяч Sport Z, но, если честно, я ожидал здесь крузаки увидеть, Lexus, ну, там малолитражечки стоят, особо интереса к ним я не проявил, но вот здесь есть витрина, сейчас посмотрим. Многие машины нам неизвестны, ну, понятно, Эльфард вообще пушка, но вот, допустим, Вэлфайр, я такой автомобиль не знаю, Вокси, понятно, но Сиента тоже не знаю, Королла, это самая топовая тачка в мире, которая продавалась одно время больше всех автомобилей. Вот Краул, который мы с вами видели, он, кстати, в нескольких вариациях. О, вот тут вообще такой какой-то нереальный есть, как С-класс. РАВ-4, Ланг Крузер 300-й и Крузак 70-й, легендарная машина, но стоит, кстати, как 300-й, недешево. Хайлюкс, Харьер, это правая руль, у нас это Лексус. Так, мы здесь решили выяснить, какие машины в наличии, подключили дяденьку, сейчас будем покупать. Рафаэль 300-й, Крузак выбрал, а Вадя РАВ-4. Одна машина электромобиль, а которая на улице стоит? Краун, гибрид, гибрид, да? А вот там такой стоит, это гибрид, а вот это электричка. Здесь, наверное, лучшие сотрудники, но они такие для нас, кажется, что безликие, но их отличить можно, хотя бы даже по прическам. Здесь ресепшн, сервисная зона, кстати, здесь можно чаек попить, кофеек, телик посмотреть и вот наши ребята, я вообще не знаю, присели. Мы, может, дальше пойдем? Или вы все-таки решили подзакупиться? Здравствуйте! Я думаю, что такие товары, вот, в Арандокрузы, у никаких суммах? 800 млн грн. 800 млн грн. 60 млн грн. это где-то 70 млн грн. 40 млн грн. Можно сейчас прямо купить? Есть наличие? Это была... А это ба, чумун сруто и и цуто-то, да? Это конечно, чумун сруто и цуто-то. Это, вот, чумун сруто и цуто-то, да? Да, чумун, кау, как икатова, но как икатова? Как икатова? Как икатова? 3 года назад люди, которые заказали вот этот круизер, еще не получили. Ой, ой, ой. А в России есть артик трек? Нет, это просто не так. Лексус. Есть ли? Здесь не есть Тойота. Это нужно в отдельный салон Лексуса идти, несмотря что Лексус это подразделение Тойоты, у них отдельный салон. Это нужно отдельно в салон Лексуса идти. Ребята, для любителей Тойоты и Лексусов и грузаков я сейчас вам скажу, но только вы не плачьте. Просто не плачьте. Стоимость крузака 300-го в районе 5 миллионов рублей. Новенький, офигенный. Ждать, правда, 3 года, но не плачьте. Утрите скупую мужскую флезу. Я это уже сделал. Ребята, случилось чудо. Мы увидели Land Cruiser не 300, но хотя бы 200. Человек, наверное, 5-10 лет ждал и вот он купил это чудо и кайфует. Стоит на светофоре. Ребята, посмотрите, как узенько здесь. Наверное, сделано для того, чтобы можно было ходить пешком. Такая легкая мотивация. Кстати, очень мифов много про Японию. Один из мифов, что продают использованные лавки, трусы, навки. Вот второй раз в Японии я просто не вижу таких товаров. Говорят, что они продаются в супермаркетах. Возможно, это какие-то мега злачные места, которых надо знать и какие-то люди с извращенным умом туда попадают. Но я этого не встречал. Все стандартно. Конечно, будем максимально продолжать развеивать мифы о Японии. Я, честно говоря, не знаю этот бренд, но пришли почему-то именно сюда, Uniqlo и девочек как ветром сдуло. Мы смотрим, как Рафаэль Ака выбирает себе носки и решили тоже посмотреть. Но нам нужны носки с пальцами. И они здесь есть. Конечно, ты правильно? Да. Еще есть. Отлично. Сейчас, по-моему, кто-то разгуляется. Вот такие носочки с такими пальчиками. Стоимость 390 йен. Юани. Йен или юани, ребята? Я уже запутался. Ребята, я не знал, что это за магазин, но теперь я знаю. Потому что половина этой корзины это моя одежда. Я по Новгороду столько всего. Технологические носочки взяли мы и взяли термушки. Вот эта гора стоит 18-19. Сверхтехнологическая японская офигенная одежда. Эти ребята очень кайфуют от аниме. И поэтому это присутствует везде. Особенно в одежде. Продаются даже куклы. И ценник у них такой недемократичный, я бы сказал. Вот парень закидывает денежку для того, чтобы что-то достать. Что там он достал? А, это... Это значок, ребята. Ребята. А доставал он, кстати, рандомайзом. То есть он денежку закинул в 400. Крутанул. И выскочил шарик. Он не знал какой. Так, еще один паренька подошел. А, сори. Давайте посмотрим, что же он достал. Аригато. Но, судя по его лицу, он не очень доволен. Наверное, он будет еще раз пробовать. Да, да. Он будет пробовать еще разок. У него же деньги из рук начали валиться. Настолько он переживает. Какой же будет результат? Ну, давайте будем болеть за этого парня. И будем смотреть на его эмоции. Ну, что-то опять не то. Говорит, у меня есть такие. Давай еще, жена, деньги или девушка. Она достает. Говорит, ты точно подумал? Он говорит, ну ты сама смотри. Сегодня не то, что я хотел. Ну, в общем, она ушла, даже не стала его ждать. Все. Все. Наконец-то они что-то там выгодят. Все, аж вдруг все валит. Все, молодцы. Нет? Не может он остановиться. Все. Это игромания называется, бро. Ты знаешь об этом? Остановись уже, ты все бабки слил. Ты полдня работал официантом для того, чтобы все слить сюда? Да. Ха. Ес. Красавчик. Нет, по-моему не тот. По-моему не тот. По-моему не тот. А, очень гад. Бабки есть еще? У меня денег больше нет. Давай доставай. Давай. Так. Все, он выкинул. Только не надо ему. Так, Даша по-моему тоже зародилась. И у нее появилась игромания. Желтенького. Ааа. Давай, 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 давай. Аааа. Ну что ты мне кричишь по-другому? Черт побери. Давай еще. Так ты давай 100 йен. Нет, 1000. Ну так. Развиняй. У нас нету. Все-таки мы решили подняться на эту башню. Она самая большая в мире. Пока. Телебашня. Пока арабы не построили другую. Но, как всегда, здесь очень. Огромное очень. Так, ребят. Так как мы путешественники, мы решили подняться на самую высокую башню, как я говорил. Но в течении 5 минут мы передумали. Потому что мы растаяли приоритеты и едем на рыбный рынок. И там лучше по-чилим, по-едим, чем здесь. Будем тратить 1,5-2 часа для того, чтобы увидеть смог. Ну, потому что погода сегодня неясная, ничего не понятно. В общем, мы в Осаке на это тратили часа 2, наверное. Не очень впечатление. Поэтому мы пошагали дальше. Ребят, оказывается, 6 месяцев назад мы были на этой башне. Но она не запомнилась нам. И поэтому даже эмоций не осталось. И поэтому мы забыли, что мы здесь были. Представляете? Насколько может быть интересно, вернее, не интересно то, что не оставило эмоций. Представляете, да? То есть мы забыли, елки-палки, что мы здесь были. Вот такая башня, самая большая в мире. Мы сейчас посмотрели, у нас и фоток тут куча. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok